Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 3 апреля, по-моему, ну не важно, 2 или 3. И у нас установилась такая пасмурная погода, не холодная. А пасмурная погода это идеальные условия для листовых подкормок. Вот я сейчас иду делать янтарное опрыскивание для тех томатов, которые я уже высадила. И я все очень-очень подробно вам расскажу, потому что почему-то некоторые начинающие огородники думают, что янтарное опрыскивание нужно делать только если слабая корневая система у рассады и именно в рассадном периоде. Давайте разберемся подробно. Я в рассадном периоде, вот когда выращиваю на окне, очень редко, почти никогда не делаю янтарных опрыскиваний. Так зачем сейчас я буду делать янтарное опрыскивание? Я даже не так неправильно выразилась. Я никогда не делаю янтарных опрыскиваний именно для увеличения корневой системы. У меня никогда нет с этим проблем. Какой бы стакан я не вытряхнула, вы видите, всегда такая сильно развитая, хорошая корневая система. Но все-таки сейчас я решила сделать янтарное опрыскивание совсем по другому поводу. Да, действительно, у нас в интернете очень много информации, что янтарную кислоту нужно применять, если у вас у рассады слабая корневая система и многие только в этом видят пользу янтарной кислоты. Но если мы внимательно прочитаем вот на пачке янтарной кислоты, которые в садовом магазине продаются именно для садоводов, то мы увидим, что здесь написано стимулятор роста, активирует рост растений, бутонизацию, повышает урожайность. И еще, вот самая последняя строчка, смотрите, помогает растениям легче переносить стресс и быстрее восстанавливаться после пересадки или неблагоприятных условий. Короче, это у нас антистресс, адаптоген, то есть он точно так же, как и пин. Когда я говорила, что опрыскиваю вот в такой, когда в ранний период высаживаю рассаду, опрыскиваю эпином, чтобы помочь там прижиться, чтобы помочь пережить неблагоприятные условия. И янтарную кислоту я сейчас буду применять именно с этой целью. Вот у меня здесь стоят томаты, некоторые я принесла, которые просто на растолщение, на доращивание, но большинство из них уже высажены. И в этот период, если первый раз эпином я опрыскивала от этого, как сказать, у нас был, немножко тут холодновато было, когда ночью было минус 5, и температура понижалась до 7-8 градусов, это очень мало, конечно, 10 бы желательно, 10-12. А теперь я хочу опрыскивать янтарной кислотой, тоже применить ее как антистресс, но от жары. У нас вчера, позавчера поднималась такая высокая температура в теплице. Я показывала в предыдущих видеороликах, что даже вот эти нежные листики, они немножко у меня подгорели. И тут в чем проблема в ранний весенний период, что здесь сетку набрасывать еще рано, потому что 2 дня была жара, я сейчас сетку наброшу, затеню, а вот, пожалуйста, пасмурный день, и ни одного солнечного луча вообще растение получит. Тут не сетку еще, ну, короче, я хочу вот таким образом помочь растениям справиться вот с этим стрессом, именно вот с этими большими перепадами температур, когда ночью холодно, ночью у нас 0-2 градуса, а днем здесь я и форточки открывала, и дверь открывала, но такая жара так припекает. Сегодня с утра решила им помочь. Если мы поинтересуемся и поглубже заглянем в характеристики вот этой янтарной кислоты, то среди прочих таких позитивных, которые нам нужны, огородникам характеристиков, мы можем узнать, что она стимулирует фотосинтез в листьях растений, помогает восстанавливаться от различных повреждений механических, когда вот пикируем, там, пересаживаем, мы же иногда рвем корневую систему, повреждаем, иногда листья удаляем, потом еще она помогает растениям сформировать иммунитет, то есть противостоять помогает против болезней, против вредителей, но и в рассаде, не только вот когда вот высадим мы уже взрослые растения, в рассаде, когда она у нас стоит дома, если опрыскивание делать янтарной кислотой, то она тоже повышает устойчивость вот к таким не очень хорошим факторам, как засуха, холод, потому что у нас может рассада стоять и на холодном окне, можем иногда забыть полить, и она у нас дома тоже может испытывать засуху, и еще там сухой воздух, ну, все прочее. Конечно, некоторые применяют и для проклевывания семян. Вот смотрите, получается, что опрыскивание янтарной кислотой, это не только стимуляция образования дополнительных корней и развитие корневой системы, это общее воздействие на все растение от начала до конца, и ускорение бутонизации, и ускорение цветения. Давайте еще почитаем на пачке, что нам нужно, какая полезная информация. Многие применяют янтарную кислоту аптечную, там, конечно, ничего этого не написано, ни разу не применяла аптечные таблетки, я вот обычно в садовом все покупаю, и здесь именно для нас информация очень интересная. Тут и предпосевная обработка семян, все написано, как готовить рабочий раствор, и как опрыскивание, вот овощные культуры, опрыскивать перед цветением и в период массового цветения, все, расход рабочей жидкости. И смотрите, я сейчас опрыскиваю, я вам объяснила для чего, как антистрессовая обработка, но опрыскивая янтарной кислотой, я еще получаю то, что вот здесь вот написано, опрыскивать перед цветением и в период цветения, то есть для активизации вот этого вот цветения, смотрите, как сильно хорошо у меня цветет она, значит, как раз вот этот период цветения, даже если бы у меня не было здесь каких-то стрессовых ситуаций и перепадов, все равно можно сделать опрыскивание янтарной кислотой, даже если вы уверены, что корневая система нормальная, все, не нужна вам увеличение корневой системы просто для стимуляции, вот цветение, фаза бутонизации и всего-всего-всего, что я перечислила. Налила бутылочку в маленькую, потом еще подолью, потому что маленькой бутылкой удобно вот так идти и... Сейчас мы пойдем и вот такими вот... Ой, подожди. Тут самое главное, что мы должны не просто умыть эти листья, как говорится, а мы должны так распылить, такими мелкими капельками, вот они, видите, чтобы они как можно дольше сохранились на листовой пластине. Чем дольше вот эти вот капельки будут лежать, как бы вам сказать, тем больше будет воздействия, эффективнее. Если вы будете крупными каплями, то они скатятся и ничего не останется. Нужно, чтобы они прям... Вот для этого мы выбираем пасмурную погоду, чтобы они быстро не высохли и температура у меня вот здесь 15 градусов, у меня установлен терморегулятор, больше она не поднимается. И я выбрала именно вот раннее утро, пасмурный день, чтобы эффект получить от обработки. Вот смотрите, у меня она в темной, солнценепроницаемой бутылочке. Почему? Потому что раствор янталтной кислоты отличается от других тем, что его можно хранить. Но можно хранить в темном месте 2, 3, 4 дня. Он у вас сохранится с сохранением всех своих качеств. Дальше уже качество, вот этот эффект от обработки снижается. И даже работая в теплице, я стараюсь брать вот такую бутылочку. Ну, поняли вы, для чего держат в таких бутылках вина и все. Чтобы не портился раствор, я хочу еще дома это применить, если останется. Если у меня остается раствор, то я, конечно, делаю опрыскивание и той рассады, которая еще стоит у меня на окне, потому что она тоже находится очень часто у нас в состоянии стресса, потому что некомфортные условия выращивания. У нас очень жарко, у нас очень сухой воздух и вообще ей не хватает и грунта, в малом объеме грунта. Так что антистресс нужен и в домашней рассаде. Вот я сейчас работаю по томатам, но такое янтарное опрыскивание можно применять и для перцев, и для баклажанов, и для рассада огурцов. Пожалуйста, что угодно. В любом случае его можно использовать как адаптоген или как реаниматор, если, например, что-то с вами плохое случилось, там вот как у меня подгорели или подмерзли. Самые действенные методы – это за несколько дней до высадки свою рассаду уже можно обработать, или, например, после высадки, когда с повреждением корневой системы, то есть стресс испытывает растение, тоже можно обработать, опрыскивать. И самое главное, что янтарная кислота, она не ядовита, она не токсична, можно не бояться с ней работать, никаких ни отравлений, ничего не будет. И вот из-за этой своей безобидности, мягкости, ее применяют многие, потому что ее можно не только здесь вот где-то на улице, в теплицах разбрызгивать, можно разбрызгивать и дома, без вреда для здоровья человека. Еще забыла уточнить, что янтарная кислота, она не является удобрением, и вот это листовое опрыскивание не является подкормкой, хотя я сама тоже грешу этим. Все опрыскивания называю подкормки, хоть эпином, хоть янтарной кислотой, но ни эпин, ни янтарная кислота, они не могут заменить нам подкормки удобрениями, это просто стимуляторы роста, регуляторы роста, но не удобрения. Если вы сделали опрыскивание янтарной кислотой, вы не должны думать, что вы подкормили растения, это совсем другое, подкормки это отдельно, все. Ну вот, наверное, и все, что нужно нам знать, особенно начинающим огородникам, о янтарной кислоте. Янтарная кислота это биостимулятор, это адаптоген, это как реаниматор, короче, это наш помощник, активатор, активирует все действия, применять ее можно, если, например, проборное опрыскивание ограничивают, специалисты говорят, не больше трех раз за сезон, то вот в таких экстремальных случаях, если вы высадили рано, и нужна вам вашим растениям помощь или поддержка, вы можете вот это янтарное опрыскивание даже сделать раза два-три в неделю, именно вот в такой, в период форс-мажора. А вообще, во время роста растений можно в течение всего и в рассаде, и вот в период цветения, и потом поддерживать растения, если вам это нужно, им вернее. Все, до свидания, с вами была Ольга Чернова, моя огородная азбука. Это про янтарную кислоту. Если как разводить, я всегда пользуюсь инструкцией на упаковке, вот как там сказано, один грамм на 10 литров, я так и делаю.